Добрый день! Сегодня будем делать вот такое вот полезное и достаточно симпатичное угольное мыло. Сегодня в рецепте я буду использовать оливковое масло, пальмовое, подсолнечное, кокосовое, масло виноградных косточек, масло какао и касторовое масло. Еще нам нужна будет щелочь, вода, лимонная кислота, активированный уголь, лактат натрия и глина. Для аромата еще больше пользы будем использовать эфирные масла бергамота, пачули и иланга-ланга. Вначале в одну емкость я отмеряю все твердые масла и буду ставить их в микроволновую печь для того, чтобы их растопить. Вначале по минутке, затем включая по 30 секунд для того, чтобы масла не перегрелись. В отдельные емкости я наливаю жидкие масла. В отдельные, потому что, как вы понимаете, если хоть чуть-чуть ошибиться с маслом, которое наливаешь поверх другого, то потом обратно вы его не заберете, придется пересчитывать весь свой рецепт. Для того, чтобы не проходиться по каждому ингредиенту, по количеству и процентному соотношению, я всю информацию, полный рецепт оставлю в инфобоксе под видео. Следующий компонент, который отмеряю, это лимонная кислота. Я люблю лимонную кислоту и в шампуневых мылах, и в обычном мыле. Она дает кондиционирующий эффект. Если у вас жесткая вода, она делает воду мягче. Следующим был лактат натрия. Он дает твердость мылу, гладкость и глянцевость. Активированный уголь я смешиваю с подсолнечным маслом. Его, в принципе, можно добавлять и в готовую мыльную массу. Но так имеет смысл делать только в том случае, если вы не делаете какие-нибудь рисунки или свирлы в мыле, и вам нужен тонкий след, тогда имеет смысл смешать именно с маслом. Уголь нужно достаточно хорошенько распределить по маслу, чтобы не осталось никаких комочков. Я достала свои масла из микроволновой печи. Вы видите, у меня еще в масле остаются кусочки масла какао. Его перегревать ни в коем случае не нужно, потому что оно может давать в перегретом состоянии достаточно некрасивый налет на мыле. Теперь я буду отмерять дистиллированную воду. Вода должна быть очищенной. Лучше всего дистиллированная, но можно просто очищенную из-под фильтра. Часть воды, основную часть ее я отлила в жаропрочный стакан, в который потом буду насыпать щелочь. И остаток воды, который нужен нам для общего количества, я буду наливать прямо кислоту. Потому что нам ее в любом случае нужно будет развести, прежде чем добавлять в раствор щелочи. Теперь нам нужно будет отмерить щелочь. И на этом этапе, перед тем, как вы начнете заниматься щелочью, вам нужно будет обязательно одеть перчатки на руки, очки, респиратор. Я обычно свою щелочь развожу на улице. Если вы не имеете такой возможности, тогда в жаропрочной посуде, желательно в умывальник поставить ее. В емкость наливается вода, потом туда постепенно маленькими порциями всыпается щелочь, перемешивается. Должна быть включена вытяжка, обязательно открыто окошко. Часть воды можно заменить льдом или взять охлажденную воду. После растворения щелочи в раствор вливаем разведенную лимонную кислоту. Она также будет нагревать раствор, так что не наклоняйтесь над раствором и стараемся не вдыхать пары, потому что это достаточно опасно. Итак, я смешала мои растопленные твердые масла с жидкими. И когда температура масел и щелочи сравнялась, у меня была температура порядка 35 градусов, я влила щелочной раствор в масла. Вливать щелочной раствор нужно стараться аккуратно по ножке блендера или по лопатке, для того, чтобы как можно меньше воздуха попало в вашу мыльную массу. Затем лопаткой и блендером, иногда его включая, доводим мыльную массу до состояния легкого следа. Сейчас я вливаю лактат натрия, смешанный с эфирными маслами. Эти масла, так же как и уголь, отлично справляются с очень многими проблемами и будут замечательно его дополнять. Итак, мыльную массу я довела до легкого следа. Сейчас я ее разделю, где-то приблизительно одну пятую, наверное, часть я делила в отдельный стакан. И буду туда добавлять глину, разведенную водой. И немножко туда я еще добавлю диоксида титана, для того, чтобы масса была более светлой. Глину я использовала белую, коалиновую. По чуть-чуть добавляю диоксида титана, я довожу до того белого цвета, который я бы хотела видеть. Мыли. Хорошенечко размешиваю, больше размешиваю выключенным блендером и лопаткой. И очень немного работаю включенным блендером, для того, чтобы моя масса осталась достаточно жидкой. Затем я переливаю ее в такую емкость кондитерскую с тонким носиком. Не знаю, как они правильно называются. Еще хотела сказать вам, в этот раз я использовала вместо пакетов и бумаги, расстеленной на столе, использовала ткань. И это, я вам должна сказать, намного удобнее, чем все. Во-первых, если у вас щелочь просыпется, она никуда не скачет, она остается на месте, задерживаясь на ткани. Можно в любой момент эту ткань стряхнуть в умывальник. И если что-то проливается, вот так как у меня, просто заверну кусочек этой ткани, у вас все остальное остается чистым. Остальную мыльную массу мы смешиваем с разведенным углем. Его тоже нужно размешивать лопаткой и, в основном, выключенным блендером, для того, чтобы масса осталась жидкой. В этот раз я использовала коробку. Хочу вам похвалиться. Эту коробку я купила в Лерой Мерлине. Это коробка для хранения каких-то вещей. Деревянная, с крышкой. Очень удобная, достаточно вместительная. Я ее простелила пергаментной бумагой для выпечки. И теперь наливаю. Первым идет белый цвет, контурный цвет. И вот так вот точечно я его наливаю. Поверх него я наливаю черную мыльную массу. И потом в промежутках опять белый цвет. И сверху на него наливаю черную мыльную массу. Хочу вам сказать, что не совсем получилось так, как я рассчитывала. Но все равно мне это мыло достаточно сильно нравится. Оно получилось очень красивым, хоть и не таким, как я думала. Итак, пока я буду наливать, хочу поговорить с вами об угле. Вы наверняка знаете, что сейчас уголь используется везде, где только можно. В косметологии, в масках, в шампунях, в гелях. Уголь замечательно очищает кожу и поры от загрязнений. Нормализует работу сальных желез. Благодаря своей пористой структуре он легко проникает в эпидермис. И обеспечивает качественное очищение и антибактериальный эффект. Он придает коже здоровый вид. Мыло такое отлично подойдет для тех, у кого проблемная кожа, акне, угревая сыпь. Благодаря эфирным маслам, которые мы используем, наше мыло будет обладать еще более выраженным лечебным эффектом. Масло патюли применяется для лечения кожных заболеваний, а также как эффективное средство для ухода за кожей и волосами. Собственно, так же, как и ланг-эланг. Это тонизирующее масло, оно снимает нервозность и напряжение, помогает справиться со стрессом, улучшает мозговую деятельность. Это прекрасный антисептик, повышающий иммунитет. Он убивает вирусы, бактерии и даже грибок. У него есть противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Иланг-эланг, очень люблю это масло. Экзотический, глубокий, сладковатый, такой пьянящий и соблазняющий какой-то запах у него. Это очень сильный афродизиак. Восстанавливает силы, быстро поднимает настроение, избавляет от бессонницы, раздражительности. Омолаживает кожу, замечательно влияет, кстати, тоже на волосы, разглаживает их, делает просто шикарными, блестящими и шелковистыми. Бергамот это также отличный антисептик. Это, пожалуй, один из лидеров по восстановлению воспаленной кожи. Он также нормализует секрецию сальных желез и осветляет, сужает поры. Он тонизирует, освежает даже загрубевшую кожу и улучшает состояние кожи при псориазе и экземе. Итак, после того, как у меня закончилась белая масса, я решила сделать небольшую золотистую прожилочку. Притрусила по всей поверхности золотистой микой. Затем выложила остатки черной мыльной массы и теперь остатками, в которых у меня совсем немножко осталось в бутылке, делаю вот такие вот беленькие полосочки для того, чтобы украсить верх. Потом совсем немножко мыльной белой массы я смешала с золотистой микой, чтобы поддержать этот цвет. Наношу вот такие вот точечки в небольшом количестве и потом сделаю рисунок палочкой для суши. Нужно обязательно обстучать форму об стол для того, чтобы, если у вас остались пузырьки воздуха в мыльной массе, чтобы они вышли и не осталось пустот в мыле. Прочерчиваю в произвольном порядке палочкой, делая таким образом рисунок. Затем я закрою коробку, укутаю ее в плед для того, чтобы мыло прошло гель и оставила в накрытом состоянии на полтора суток. И еще полдня она у меня стояла без пледа, просто для того, чтобы оно получше застыло. Через двое суток я его открыла и нарезала. А теперь для самых стойких, для тех, кто досмотрел до конца это видео, немножечко информации о проценте ввода базовых масел и добавок в мыло с нуля. Оливковое масло возможно использовать до 100%. У меня здесь всего 32%. Пальмовое масло также возможно использовать в мыле до 100%. Подсолнечное масло в мыло вводится до 15%, так как это нестабильное масло. Или нужны консерванты какие-то. Частично у нас лимонная кислота здесь пользуется как консервант, в том числе. Кокосовое масло тоже возможно до 100% использовать. У нас здесь всего 32%. В виноградной косточке масло вводится до 15% в мыло. У нас здесь всего совсем немного, всего 3%. Масло какао до 10%. Если большой процент масла какао в мыле, оно получается крокким. Косторовое масло вводится до 8% в мыло с нуля. Для лимонной кислоты у нас здесь 1%. Вы должны обязательно помнить, что для лимонной кислоты отдельно рассчитывается щелочь. На каждый грамм лимонной кислоты нужно отмерить 0,6 грамм щелочи. Вот такая вот красота у нас получилась. Теперь мы закрыли коробочку и оставили наше мыло на 2 суток. Итак, продолжим. Уголь мы кладем из расчета 1 чайная ложка на 200 грамм масел. Но при этом вы должны понимать, что если вы положите больше угля, это в принципе возможно. Но тогда у вас может краситься пена в серый цвет. При такой дозировке, как у меня, пена остается в мыле белой. Лактат натрия вводится 1 чайная ложка на 450 грамм масел. И глина вводится 1 или 1,5 столовой ложки на 500 миллилитров базовых масел. Ее нужно предварительно развести в небольшом количестве воды или масла. Вот, собственно говоря, мое мыло я достала из коробки. Разрезала большой этот кусок на вот такие вот батчи. И теперь буду нарезать мыло на отдельные кусочки. Это, пожалуй, самая приятная часть из всего процесса. Это неожиданная, как правило, потому что никогда не знаешь, каким получится твое мыло. И еще одной вещью хочу поделиться. В этот раз попробовала самая неприятная для меня процедура во всем этом деле. Это мытье посуды. У девочек в англоязычных источниках прочитала, что некоторые мыловары делают так. Посуду после приготовления мыла собирают всю в отдельный пакет. И она у них стоит там сутки. За это время масла омыляются щелочью. И в этом случае намного проще отмыть всю эту посуду. И в этот раз я как раз попробовала этот способ. Единственная емкость из-под щелочи я помыла сразу. А всю остальную посуду вымыла через сутки. Это и правда намного проще. Благодарю вас за просмотр. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы, если остались. Любая ваша активность позволяет большему количеству людей увидеть это видео. Всем пока и до новых встреч.